Но это всё придумано, всё это придумано людьми, которые находятся в оппозиции к Трампу для того, чтобы придать его работе нелегитимный характер. Для меня это даже странно, говорю вам совершенно откровенно. Это делается как будто без понимания того, что люди, которые это делают, наносят ущерб внутриполитическому состоянию страны, обескровливают возможности избранного главы государства. Это значит, что они просто без уважения относятся к избирателям, которые за него проголосовали. Но как вы вообще представляете, любой избирательный процесс во всём мире, что нужно вообще запретить любые контакты? Нашего посла обвиняли в том, что он с кем-то встречался. Но это же общемировая практика, когда дипломатические представители, когда даже члены правительства встречаются со всеми кандидатами, с их командами, обсуждают какие-то вопросы, перспективы развития, хотят понять, что будут делать те или иные люди, если они придут к власти. Как на это реагировать? Чего здесь такого кто-то увидел запредельного? И почему это должно всё приобрести характер какой-то шпиономании?